Привет всем любителям фрирайда! Мы снова в магазине Squat, а точнее в магазине VR Freeride. Сегодня мы вам расскажем о новом бренде, который совсем недавно поступил к нам в магазин. Недавно, это вот после Нового года уже, но все, как вы видите, снегопады в самых массовых местах катания русских сноубордистов только-только начались, поэтому можно сказать, что эти доски прибыли вместе со снегом. Бренд называется Телос, и про этот бренд стоит спрашивать не что это, а где это, потому что Телос это некий секретный город, обладающий высокими технологиями, который скрыт под горой Шаста в Калифорнии, в США. Этот город, по легенде, является побратимом той же Атлантиды, которую все ищут и никак не могут найти. С одной стороны, Телос это то место, которое люди ищут так же, как Атлантиду, а с другой стороны, Телос это сосредоточение новейших технологий секретных, которые люди тоже пытаются заполучить. И, собственно, доска, точнее доски Телос, это и есть то, чего вы ищете. Телос делается на фабрике, китайской фабрике, но ребята пишут, что мы с гордостью заявляем, что они сделаны на планете Земля. Та фабрика, на которой они сделаны, это фабрика, обладающая самыми передовыми технологиями на данный момент. Да и сам бренд, это не просто фабричный бренд. Его основали люди, которые уже не один год, даже не один десяток лет конструируют сноуборды, знают в этом толк, и в свои доски они воплотили все то, что они за последние 30 лет делали для других сноубордов. Те технологии, которые они внедрили в эти доски, относительно новые, и еще не применялись в строении сноубордов. Теперь расскажу вам немножко о досках. Несмотря на то, что производство в Китае, фабрика очень ответственно подходит к качеству и вообще ко всяким мелочам. На мелочах хочу подробнее остановиться. Вот, например, у меня в руках сноуборд, он уже вытащен из обычной упаковки, в которой вы привыкли видеть сноуборды. Это такой чехол с маленькой молнией, но верхняя крышка у него еще сверху заклеена тонкой пленкой, которая просто защищает от царапин и повреждений. Канты. Канты залиты лаком, чтобы не ржавели, не впитывали влагу. То есть это сделано для сохранения кантов в идеальном состоянии, даже после каких-то там транспортировок и хранений. Верхняя крышка доски, она уже завалена, то есть не надо самому обрабатывать напильником. И в этом случае вам не страшны какие-то боковые удары от лыжников в очереди на подъемник. В общем, настолько качественную предпродажную подготовку сноубордов я еще ни одного бренда не видел. Поэтому меня очень впечатлило отношение людей, которые, казалось бы, делают это на китайской фабрике, а у нас у всех некое своеобразное отношение к китайским товарам. Так вот, я хочу сказать, что данная продукция по качеству выше, чем многие-многие американские или европейские бренды делают для производства, для выпуска продукции. Ну и теперь про сами доски. Коллекция досок Телос не очень широкая, но зато она охватывает все варианты катаний, начиная от фрирайда по самому глубокому снегу для райдеров экспертного уровня и заканчивая универсальными моделями, достаточно мягкими, которые нужны тем людям, которые только начинают кататься или пытаются прокачать свои скиллы. В руках у меня одна из флагманских досок, называется она ДСТ фрирайд. Имеет вот такую форму. Это не твин, это все-таки направленная доска. Чуть-чуть смещены закладные назад относительно центра, нос чуть длиннее хвоста, нос чуть шире хвоста, что является признаками досок для катания в снегу. При этом нос и хвост имеют достаточно одинаковый равный профиль, что позволяет этой доске быть используемой в бэк-кантри фристайле. То есть можно приземлять трюки как носом вперед, так и хвостом вперед. То есть это доска для бэк-кантри фристайла и для хорошего катания в паудере. Прогиб у нее кэмбер, но кэмбер такой своеобразный. В середине у него нет ярко выраженной арочности, в середине плоская. И если нажать на серединку, то мы увидим две арки кэмбера над креплениями. То есть эта доска вполне будет спокойно держаться на жестком отротраченном снегу и по ледяному утреннему вельвету можно погонять и срулить в паудер. То есть, в общем-то, универсальная доска для любых покатушек по любому снегу на любой территории, в горах, в Подмосковье, на каких-то локальных горках, где хотите. Я думаю, что такую доску действительно можно порекомендовать практически всем, кому нужна одна единственная доска. И совершенно не обломайтесь от того, что эта доска у вас будет одна. Как вы видите, нос и хвост имеют такую интересную форму, как свалл-тейл, такой микроскопический. Это скорее элемент дизайна, нежели какую-то технологическую нагрузку несет. Но если, например, заточить вот эти места, тут они усилены алюминиевыми вставками, если их заточить как следует, то можно, наверное, рубить маленькие деревья и чистить склоны, например, от кустов. Доска имеет обычный деревянный сердечник с карбоновыми продольными вставками. Обычное стекловолокно, которое переплетено как корзинка, что добавляет торсионной жесткости и вообще жесткости. Рассмотрим следующие варианты досок. Вот это то же самое, ДСТ, но карбон. То есть это не совсем точно такая же доска, как предыдущая. Отличается она не только по весу, потому что она действительно легчайшая. То есть если вы думаете, что вы держали в руках легкие доски, то вы не держали в руках легкие доски. Вот легкая доска. Вешать, взвешивать доски мы, к сожалению, здесь не можем. У нас нет весов. Но поверьте, она действительно одна, наверное, из самых легких в мире досок, что подтвердила, кстати, выставка Испа не этого года, а сезона 18-19, где, например, вариант сплита ДСТ был признан самым легким на всей выставке. Значит, в чем отличие? Ну, по форме отличий нет, как вы видите. Отличие в конструкциях как раз всех самых, которыми обладает эта фабрика. Это супероблегченный вудкор, который еще усилен алюминиевыми полосками, вставками, из-за чего доска получается очень легкой, но в то же время жесткой. По жесткости она семерка из десяти, то есть она чуть жестче своего старшего собрата. Доска действительно суперлегкая. То есть если кому-то очень важен вес, то пожалуйста. Еще момент. Стекловолокна здесь нет. Здесь карбоновое волокно используется снизу и сверху. То есть весь этот деревянно-алюминиевый сердечник завернут в карбоновое волокно, как стекловолокно, опять же, сплетенное, как корзинка, что добавляет прочности. Следующий вариант – это тот же самый ДСТ-карбон, но только в сплит-версии. Для бэк-кантри, точнее для сплит-бординга и таких восхождений на раздвоенном сноуборде очень важен вес оборудования. Всегда был. Все бренды стремятся как можно легче сделать свои доски, да и вообще оборудование, начиная с одежды, рюкзаков, ботинок и так далее, палок. Используются самые современные облегченные материалы. То есть это та же доска, что и ДСТ-карбон со всеми теми же технологиями. Доска полностью готова к катанию. Единственное, что она требует – специальных креплений. И специальные шкуры, которые натягиваются на скользяк для восхождения. Шкуры немножко у нас задержались, они приедут чуть позже, но, по крайней мере, сейчас вы можете посмотреть, прийти, взвесить эту доску и понять, насколько она действительно легкая. В итоге получается так, что модель ДСТ на самом деле одна форма, но это четыре доски. То есть это две доски цельные – ДСТ-карбон, и два сплита – ДСТ-сплит и ДСТ-карбон-сплит. Четыре доски, хотя на самом деле это реально один шейп. На этом мы обзор сейчас заканчиваем. Во второй части расскажем вам о других досках бренда Телос. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт VR Freeride, где вы можете найти более точные характеристики досок, там, ширина носа, ширина хвоста и так далее, количество пинтейла. В общем, все, что мы не рассказываем в нашем видео, вы можете найти на сайте VR Freeride, ссылочка будет в описании. Редактор субтитров А.Семкин